А скажите, пожалуйста, вот вы платите налоги. На что эти деньги уходят? За среднеспециальное высшее образование вы платите. Медицина уже, страховка считает, что медицины бесплатной нет. Дороги, транспортный налог, у вас есть автомашины у некоторых, вы платите транспортный налог. За дороги вы платите, за воду платите, за электричество платите, за высшее среднее образование, за высшее среднеспециальное образование платите. Вы за среднее образование доплачиваете. Доплачиваете на шторы, на ремонт, на какие-то другие цели. Давайте поймем, а на что уходят налоги граждан? Привет, политик! Уважаемые друзья, я скажу очень просто, что все эти кредиты потребительские люди берут просто потому что не на что жить. Потому что заработные платы не соответствуют реально возможностям государства. Люди получают 60, 80 тысяч деньги, 100 тысяч деньги. Ну где-то есть отдельные отрасли, где получают 150 и 200 тысяч деньги. Но в среднем мы прекрасно знаем, что зарплата колеблется от 80 до 100 тысяч деньги. Это вообще ничтожная зарплата, удивительно ничтожная. Мы, правительство, демократическое выбор Казахстана заявляем, что без особых проблем, например, нефтегазовой индустрии, средняя зарплата будет 1500 долларов, приблизительно 700 тысяч деньги. Это и будет ряды металлургических предприятий. Сейчас на эти предприятия люди получают 150-200 тысяч деньги в среднем. То есть заработная плата поднимется в 3-4 раза. У учителей, врачей, у бюджетных работников, у бизнеса автоматом поднимется заработная плата несколько раз. Потому что как только мы перекроем каналы воровства, 30 миллиардов долларов вхлынут в экономику, и эти деньги уйдут в самые разные сегменты экономики нашей страны. И пополнятся налоговые поступления в бюджет страны, и поднимется заработная плата. Это фактически наступит кардинальное изменение по всем регионам страны. Поэтому мы понимаем, что люди вынуждены эти кредиты брать. Вынуждены брать почему? Потому что зарплата не соответствует требованиям, возможностям нашей страны, во-первых. Во-вторых, вы все прекрасно знаете, что многие заемщики испытывали проблемы, потому что буквально было две девальвации подряд недавно, но и, собственно, и сейчас тоже все время девальвации, теперь карантин, люди теряют работу. Мне пишут, что за период карантина, за последние 5-6 месяцев, многие не в состоянии оплачивать проценты и основную сумму за займы, которые были выданы и на потребительские цели, на покупку жилья. И банки сейчас оказывают давление на заемщиков, требуют выселиться и собираются выставлять на торги жилье граждан. Вы понимаете, да, что эта воровская политика, но султан Назарбаева привело к тому, что практически все население страны испытывает огромные проблемы. И поэтому я считаю, что здесь нет смысла считаться, говорить, что я брал кредиты, я не брал, почему за всех нужно рассчитываться государству и так далее. Я вам говорю, 80% населения имеет различного рода кредиты, 80% это минимум. А в реальности, если считать микрокредитные организации, если считать, что люди занимают у друзей, знакомых и так далее, то есть реально практически все население имеет кредиты. И поэтому мы можем это разрубить полностью, погасив эти кредиты, именно как государство, влив эти деньги в банки на счета физических лиц, а физические лица погасят свои займы перед банками. И все, сразу все стабилизируется, давление на людей прекратится. Ну и потом мы говорили о том, что когда правительство ДВК придет в власти, мы немедленно проведем реформы, которые приведут к тому, что сразу фактически все население начнет получать доход минимум в два раза больше. Минимум в реальности в три и того больше. Потому что эти 30 миллиардов, они будут вливаться в экономику страны. И поэтому для государства вообще нет никаких проблем списать эти потребительские займы, ипотечные займы на жилье до 30 миллионов тенге стоимостью. Вообще никаких проблем нет. 90 миллиардов сейчас резервов, 30 миллиардов долларов в год эта политическая верхушка крадет, списать 12 миллиардов долларов, вообще никаких проблем нет. Поэтому я хочу сказать, что требования, которые мы сейчас озвучиваем правительственным султаном Назарбаева, они абсолютно реальны. Что нужно сделать для того, чтобы эти требования были выполнены? Но вы же не можете добиться от чего-либо, просто сидя дома на кухне и плакать, и ныть, говорить, ой, там этот плохой, ничего мы не можем, меня ни кили, эта девушка с надорогой. Многие так говорят, что от меня зависит, я же один, я несчастный. Все очень просто. Надо просто обедниться. Вы вдумайтесь. 7,5 миллионов человек имеют займы. Это 80% населения. Для того, чтобы добиться цели, достаточно, чтобы на площади страны вышло 100 или 200 тысяч человек. Из 7,5 миллионов 100-200 тысяч человек. Всего лишь. А как можно изменить свою жизнь, если просто ждать, что появится какой-то Бэтмен, что вот сосед, может быть, пойдет на митинг, вот, может быть, что-нибудь изменится, погода будет хорошая, придет добрый какой-нибудь новый президент. Вы уже 30 лет так ждете, ничего не меняется. Поэтому единственный способ требовать то, что принадлежит вам по праву. Потому что недра страны по законам, существующим законам, принадлежат государству, то есть гражданам страны. Они не принадлежат кому-либо, ни китайцам, ни американцам. Недра страны принадлежат государству, то есть гражданам страны. И эти недры приносят большие доходы. А скажите, пожалуйста, вот вы платите налоги. На что эти деньги уходят? За среднеспециальное высшее образование вы платите. Медицина уже, страховка считает, что медицины бесплатной нет. Дороги, транспортный налог. У вас есть автомашины у некоторых. Вы платите транспортный налог. За дороги вы платите. За воду платите. За электричество платите. За высшее среднее образование платите. Вы за среднее образование доплачиваете. Доплачиваете на шторы, на ремонт, на какие-то другие цели. Давайте поймем. А на что уходят налоги граждан? Налоги граждан, давайте я вам объясню. Они уходят на содержание этого репрессивного аппарата, Министерства внутренних дел, полиции. Их-то всего лишь там чуть более 100 тысяч человек по всей стране. Уходят на армию. Хорошо, армия, допустим, будем считать, что правильно. Но мы же армии тоже не видим. Знаем, что она нищая и бедная. И вообще во всех отношениях это не армия, а просто название одно. И огромные расходы уходят на содержание чиновничного аппарата. То есть за воду вы платите, воздух плохой, ремонт в школах вы доплачиваете, за дороги вы платите, за высшее среднее образование платите, медицину платите. Я себе задаю вопрос, а куда уходят налоги? Где эти богатства нашей страны, которыми мало кто может похвастаться? Поэтому я еще раз говорю, это наша страна, ресурсов много, эти богатства уходят в карманы политической верхушки во главе с султаном Назарбаевым. И поэтому мы должны требовать. Хочу напомнить, 25 сентября в 19 часов, в пятницу, по всем городам нашей страны, демократический выбор организует митинги. Наши требования, в том числе амнистия кредитов. Если на улице страны выйдут десятки тысяч людей, именно тогда мы спишем эти кредиты. Не тогда, когда вы напишите петицию, вы будете ходить, собирать подписи, обращаться неизвестно кому. Мы должны показать свою силу, мы должны объединиться и сказать, чтобы это правительство выполнило наши требования. Поэтому 25 сентября в 19 часов мы ждем вас на митингах нашей страны. И вы после моего выступления знаете, что для страны 12 миллиардов долларов списать ничего не значит. Абсолютно. Ресурсов в нашей стране много. Поэтому я призываю вас показать свою силу, объединиться, выйти на митинг 25 сентября в 19 часов вечера, в пятницу, по всем городам нашей страны. Алга, Казахстан.